Программу «Вечер во Владимире» продолжает Телефорум, и мы в прямом эфире. Телефон студии 44 40 47. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Тема эфира сегодня – социальные танцы. И я знакомлю вас с нашими гостями. Это Валерий Ляджин, руководитель клуба «Ретро стиль», и Дмитрий Никитин, руководитель клуба исторического и социального танца города Владимира. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, как давно вы в танцах? Я в танце достаточно давно. Мне сейчас уже более 60 лет. А заниматься я начал в школе в девятом классе. Тогда была еще десятилетка. Тогда начал заниматься. Когда не было деления на социальные танцы, исторические танцы и все прочее. Тогда были просто бальные танцы. Потом из них выделили спортивные бальные танцы. Дальше пошло-поехало, появились много новых стилей. И в течение жизни я многие стили танца изучал. То есть можно сказать с танцем по жизни? Да, с танцем по жизни. Мне очень повезло. У меня руководителем был Аллау Джонж Голден, методист Министерства культуры СССР. Это люди, которые ездят по всей стране и преподают больные танцы. Он у нас жил во Владимире долгое время. Валерий, как давно вы познакомились с танцами? С танцами я познакомился где-то в 2008 году. Меня привела Зоя Петровна Соконкова в клуб исторического танца к Дмитрию Никитину. Она меня долго, конечно, уговаривала, чтобы я в это пришел и посмотрел, что это такое. Я как-то отказывался от этого. То есть мне как-то было это... Ну, начало не по себе. Но она настояла своем. И все же я пришел, и когда увидел, когда пришел на занятия, как они занимаются, решил попробовать. И вот решил попробовать. И сначала вроде хотел бросить, но потом у меня встала в голове... Сначала была одна, то есть как бы каша, грубо говоря, да. Но потом начало все укладываться по полочкам, и мне понравилось. То есть я как бы остался. И вот с этого времени я до сих пор танцую. А вот для сколько легко научиться танцевать, если ты этого не умеешь? Вот ваши ученики как быстро вливаются? Лучше, конечно, учиться в детстве. Потому что в детстве все навыки... В танце, как в любом другом виде искусства, нужны какие-то данные для танца. Просто двигаться может каждый научиться человек, который двигается под музыку и слышит ритм. Кто-то больше, кто-то меньше. Просто танцевать может всякий человек. Но, конечно, вот уже, скажем так, в нашем возрасте лучше танцевать те танцы, которыми вы занимались с детства. Новые стили лучше не учить. Хотя есть стили, допустим, историко-бытовой танец, исторический танец. Как раз вот почему мы занимаемся этим видом танцев. Потому что для нашего возраста это как раз очень хорошие стили. А вот расскажите об этих стилях для вашего возраста, как вы говорите, которые хороши. Ну, историко-бытовой танец – это советская бальная программа, фактически. Бальная программа танцев народов СССР, ну, европейских стран, стилистического содружества. Она до сих пор существует. Она является, как ни странно, самой массовой. Ну, по количеству людей, участвующих в нем. В Москве, в Питере. В Питере вот особенно. До сих пор проходят балы, конкурсы. В Питере вообще там как бы и 90-х годов не было. То есть как бы была советская власть в виде танцевальной культуры, так эта танцевальная культура полностью сохранилась. Значит, исторические танцы – это те танцы, которые мы не можем передать в живой бальной традиции, потому что нет хореографов, которые их знают, скажем так. Ну, есть книги. И мы достаточно хорошо знаем многие танцы. И танцы 15 века, есть источники по танцам 15 века. И барочные нотации мы читаем, спокойненько реконструируем эти танцы. И танцы 19-20 века, многие танцы мы можем реконструировать и, в общем-то, танцевать практически так, как они исполнялись тогда. А вот с чего начинается реконструкция танца? То есть как этот процесс происходит? Ну, она начинается с чтения первоисточника. И, конечно, лучше всего его начать с того, чтобы понять, что это за танец, сколько этих танцев было. Вот, допустим, на период с 1900 года по 1940 год, ну, примерно 600 танцев мы знаем. То есть это совсем недавно было, 60 лет назад. Ну, как знаем? Мы знаем их названия. Ну, я вот, например, из них знаю штук 200 всего. А все остальные, ну, вот, немного времени прошло, и мы эти танцы уже забыли. Они выпали из живой традиции. Возможно их только по первоисточнему каким-то, по книгам восстановить. И то, если это возможно. Потому что многие танцы же не записывались. Вот, допустим, я исследования тоже провожу определенные, вот по танго, например. Я насчитал 18 разных исторических стилей танго до Первой мировой войны. 18. Но боюсь, что многие из этих стилей мы никогда не восстановим. Почему? Потому что, допустим, фольклорные танго-пампы. Танцевали где-то в пампе, на, как их называют, на фазендах. Богатые люди, владельцы этих фазенд. Они ничего не записывали. Валерий, есть у вас любимое направление танцевальное? Вот, например, какой-то любимый танец? Ну, вы знаете, они все любимые танцы. Я очень люблю 18 век, я люблю очень 19 век. Безумно люблю модерн, это 20 век. Вот, то есть, ну, все вот эти направления, которые мы танцуем, они все желанные, вот, и воспринимаются очень хорошо и желанно. То есть, вот так вот. Вот вы достаточно давно занимаетесь, увлекаетесь танцами. А как танцевальная культура во Владимире менялась? Например, что танцуют сейчас? Что танцевали, опять же, может быть, 10 лет назад, 30 лет назад? Есть ли какие-то изменения? Или все, как было, так и есть? Меньше ли танцуют, больше ли? Вы знаете, мне в свое время руководитель говорил, вы знаете, танец очень сильно меняется. То, что танцевала, допустим, прима-балерина в 1900 году, сейчас танцует любая выпускница в Агановке запросто. И поэтому, естественно, что, несмотря на то, что вот у нас такой сложный период был в стране, танцы, тем не менее, развивались. Я, может, коротко расскажу, если вы позволите. Ну, грубо говоря, 65-70-е годы. Из историка бытового танца, ну, после Великой Отечественной войны, партия решила, что народу нужен танец. Этим танцем был вальс. Кроме того, была масса танцев, построенных на русских народных движениях. Потом появилась масса, ну, допустим, там, сударушка русский лирический, самый известный. После этого много было очень танцев народов СССР. Практически были бурятские танцы, якутские, все-все-все прочее. Эти танцы были очень интересны. Одно из направлений нашего клуба, мы их сейчас тоже восстанавливаем. И все это очень хорошо развивалось. В том числе в странах народной демократии появились очень интересные импровизационные танцы типа Липси, Вару-Вару. Вару-Вар советский виноват. Значит, в Прибалтике, в Германии, ну, и в других некоторых странах. Импровизационных танцев в мире вообще штук 60. И вот в советской бальной программе их 6. То есть это много в процентном отношении. Потом выделились бальные танцы, спортивные. Ну, было такое направление. Приглашали вот, да, на первый конкурс в Советском Союзе. Приглашали из Запада. Конечно, наши там проиграли. Но проиграли почему? Потому что мы играли на их поле. Мы называли те танцы, которые мы не знаем. Но со временем как бы это тоже дело наладилось. И спортивные бальные танцы у нас были тоже вполне на уровне. Но это 70-е годы, 80-е, 90-е. Значит, в 90-е годы, ну, как во всем мире, начали развиваться новый стиль. А именно социальные танцы. Это буги-вуки, линди-хоп, сальса, бачата, меренги. Ну, в общем, вот эти группы танцев я просто даже всем не буду называть. То есть то, что называется социальные танцы. То, что танцуется в клубах, на вечеринках. То, что танцуется импровизационно и основано на видении. То есть, получается, социальные танцы – это танцы для всех? Да, социальные танцы для всех. И в основном это молодежные танцы, в основном это клубные танцы. Ну, клубные танцы тут, может быть, поспорить. Кто-то на те времена много поспорит. Но социальные танцы – это танцы, основанные на импровизационном ведении. И вот к ним относятся определенные группы. Конечно, на эти танцы было много, очень школа появилась. Я вот помню, аж в 2004 году я первый, кто в нашем городе исполнил сальсу, например. То есть вот было такое дело, да. То есть я ее привез из-за рубежа и, в общем, показал, исполнил. Потом, сейчас это как бы просто все очевидно. Потом стали появляться, ну и, в общем-то, вот и все. И до сих пор это направление, эти все направления не существуют. Просто у нас в городе больше разницы социальные танцы, спортивные бальни. Они вот в ДКТ очень маши были в свое время. Ну и в других, конечно, клубы играют. Но как-то вот спортивные бальни и танцы, они немножко сейчас меньше, потому что есть социальные. Потому что зачем заниматься спортом, если можно отдыхать и весело проводить время. Это краткий экскурс. А, Валерий, вот вы мне рассказывали, что вы достаточно много путешествуете. А вот если, например, сравнивать города, даже, например, города России, вот может ли такое быть, что, например, в одном городе популярны такие направления танцев, а в другом городе, например, популярны другие направления танцев. Вот, либо все-таки вот по России как-то вот оно однородно. Я бы не сказал, что где-то определенные, допустим, танцы танцуют. В Москве, например, если в парке Горького, вот, я часто туда ездил летом, вот, там в парке Горького на площадке, там пять площадок. Их называют доски. И они все одновременно работают. Это хастел, сайса, бачата, меренга, мелонга, даже вальс и танго. То есть вот такие вот площадки работают, и все они танцуют, все они живые. То есть, вот. Потом в Сокольниках танцует очень много народу. Там даже танцуют 90+. Вы понимаете? Вот даже, что было мое удивление, да, когда я вот ездил туда, в парк Сокольники, приезжал и смотрел. Там вот такого возраста, там нет разделения, допустим, молодежь и 90+. Да, там все собираются в единую, вот, как бы команду, да, и все танцуют вот в этом направлении. То есть, вот, то есть Москва живая, живая. И вот где мы только не были, вот, в городах, мы когда вот с Дмитрием приезжаем, допустим, вот в Киров мы ездили, да, вот, мы вечером идем и смотрим, во-первых, достопримечательности, и уже попутно мы начинаем искать, где можно потанцевать, то есть, вот, в таком плане. Вот. И везде люди танцуют, даже под живую музыку, духовые оркестры, эстрадные оркестры. Ну, как раньше, вот, даже в Владимире, здесь у нас в парках Липки, да, тоже была площадка, когда мы, допустим, после работы приходили в парк Липки, там танцевали вечером, вот, так и в других городах то же самое. То есть, танец, он живет, оно, везде, как говорится, востребованы, и люди очень интересно проводят время. Дмитрий, вот ваше мнение по поводу других городов, все однородно или все-таки? Нет, вы знаете, очень неоднородно. Вообще, в любом городе есть практически, наверное, все направления, если это город областной. Конечно, районные города не могут себе этого позволить. В районном городе обычно одно-два направления. Но, вы знаете, проще говорить не о том, какие направления существуют, а есть ли в этом городе яркий клуб. Вот, допустим, раньше, там, 10-15 лет назад, Иваново было столицей Бугивуги. Они чемпионат России проводили. Но, как бы, вот, все умерло со временем, сейчас там другие направления есть. Это потому что там был клуб, да, который специализировался? Да, были люди, которые вот этим занимались, которые это все тянули наверх. Естественно, что в каждом городе есть какая-то своя особенность. Какое-то есть... Обычно все направления есть. Но насколько они хорошо поставлены, насколько там правильно танцуют, насколько у них хорошие костюмы и так далее, и тому подобное. Допустим, я начинал когда заниматься вот именно историческим танцем. Я часто ездил в Нижний Новгород. Вот Нижний Новгород тогда проводил хорошие исторические баллы. Конечно, теперь тоже они проводят баллы. Но, как бы, вот, может быть, по сравнению с другими городами немножко все, так сказать, изменилось. То есть все изменения идут. Это нормальный, естественный процесс. Не надо подумать, поддержки зависят. Допустим, Рязань, вот я знаю, проводит исторические баллы. Поскольку там господдержка этого дела просто огромная. Просто огромная господдержка. И как бы, если есть деньги, если есть возможность, почему не проводить? Рязань тоже город хороший, да. А вот вы про Иваново и буги-буги сказали. Я была удивлена. А во Владимире есть или было, может быть, какое-то вот такое яркое направление, которое также можно было бы выделить? Ну, вообще, это был крут спектр, который, если выступал где-то на соревнованиях даже, то занимал первые там три места, гарантированно, по танцу спортивному бальному. Ну, это, может быть, был не очень большой такой период. Вот 90-е годы, 80-е годы, да. Какие-то направления. Наш клуб не очень плохой клуб, собственно говоря, можно похвалиться. Мы везде ездим, везде выступаем. У нас и научная работа какая-то ведется. Валерий, в клубе «Ретро стиль» как проходят занятия? И какие мероприятия вы организовываете? Занятия проходят где-то на неделе. Собираемся, проводим занятия. И, как вам сказать, то есть мы включаем туда не только, допустим, социальные танцы, да, потому что женщин очень много. Мы включаем в свою программу и линейные танцы, которые сейчас тоже начинают принимать большую популярность. Это делается для того, чтобы люди не сидели, да, не в ожидании там партнера или партнерши, вот, а все танцевали. Вот это в основном задача такая. А выступаем мы в Центральном парке, мы часто выступаем. Нас приглашают в парке «Дружба». Потом некоторые участники, вот даже мы ездили в Москву на балы. Ну, балы, они такие простенькие, да, где можно, то есть, пройти и дресс-код, не очень строгий. Но дело в том, что цель не того, что, допустим, посетить там серьезные такие балы. Это надо, конечно, очень делать, вот, потому что серьезные балы, это очень много они дают, очень много значат. Но цель такая была, чтобы людей, как бы, в эту, окунуть в эту атмосферу, в которой проходят вот эти балы. То есть, они, чтобы почувствовали, да, они уже себя чувствуют по-другому. И плюс там и знакомство получается, то есть, уже люди знакомятся, то есть, расширяют свой кругозор и больше стремятся уже к танцу. Понимаете? Я, может, дополню. Значит, все-таки мы целью своей ставим, все-таки мы люди в возрасте, мы целью своей ставим, вот, именно преподавательское, организационное деятельность, чтобы не просто вот мы что-то танцевали, что-то вот выучили там, нет. Цель-то, в общем-то, простая у нас. Это первое, для себя, это прожить дольше. Когда человек дольше думает, больше двигается, значит, соответственно, он дольше живет. От болезней Альцмейгера танцы очень хорошо спасают и от всех других мозговых болезней, почему-то, что мы обязаны думать. И второе, конечно, мы хотим все-таки в силу наших возможностей показать какие-то исторические моменты, рассказать об истории, рассказать о танце. То есть, мы для этого выступаем, проводим какие-то мероприятия. Вот в Иксу мы недавно ездили на городской праздник, просвещенный основателем города Викса, господам Баташовым. Это известные металлурги, там был День металлурга. То есть, у нас там была большая историческая программа. И вы владеем, и мы на дне города выступаем. И вот, как бы, такая деятельность, она полезна и нам, и полезна, и, главное, к обществу в целом она полезна. Мне кажется, вот все-таки, если, например, брать не такое давнее время, может быть, вот лет 20 назад, вот не было такого обилия людей, мне кажется, на улицах, которые бы танцевали. А сегодня как-то люди больше расслабляются, не стесняются и готовы танцевать. Или я не права? Сложно сказать, но мне кажется, все-таки сейчас в Польше стали танцевать. Почему? Я помню еще те времена, когда, допустим, Новая Юнская была там, частный сектор, вот это, выставляли магнитолу, ну, радио, радиоприемник. Тогда даже пластинок, по-моему, еще так не очень были. Ну, или проигрыватели вот с пластинками, да, такой старинной. И просто люди вот во дворе танцевали под музыку. И вот в этом районе почему-то я там жил недалеко, я помню это времена. Но сейчас тоже ведь самое есть. То есть мы же проводим опенеры где-то в одно время больше, в другое время меньше. Вот с пандемией, например, конечно, сильно нас подкосило, потому что понятно все. Но, тем не менее, все это как-то восстанавливается. И сейчас тоже проводится опенеры. Ну, пусть в этом году вот немножко провал. Ну, в прошлом году, например, было управление культурой, проводило большой проект по танцам. Мы танцевали на Георгиевской, значит, много очень клубов участвовало. И позапрошлый, и позапрошлый год, вот до пандемии, несколько лет подряд. То есть это постоянно на регулярной основе все проходило. И ничего страшного нет, что есть какие-то в этом году спад. Да, в этом году мало проводится опенеры. Вот мы проводим, допустим, я проекте расскажу, если возможно. Валерий проводит, еще проводит, еще два клуба проводят в Центральном парке. Это я имею на регулярной основе. То есть вот каждую субботу, например, ну вот каждую субботу проводим. Они там каждое воскресенье проводят. То есть меньше немножко слов. Ну, именно в этом году. Может быть, в следующем году все вырастет. Ведь, понимаете, все зависит от, не от нашего желания даже, а от возможностей. То есть у города есть возможность. Он через управление культурой дает какую-то возможность на развитие этого направления, на организацию уличных мероприятий. И как бы дает аппаратуру, дает звукооператору, грубо говоря. И можно организовать все. Нет возможности, значит, мы как-то по-другому все это дело организуем. А вы говорите, что когда вы едете путешествовать, приезжаете в новый город, вы изучаете места, где, например, в городе люди танцуют. А вот у нас, Владимиря, можно ли выделить какие-то на сегодняшний момент места, только ли парк 850-летия или где-то еще, люди действительно танцуют? Вы сказали, что какое-то время назад в парках Липки была такая точка, да? Ну, это очень давно было. Это было при советской власти еще. А вот сегодня есть такие островки, вот куда можно прийти, поставить магнитолу? В принципе, я думаю, так законодательство не запрещает. Вот вы знаете, мы первые самые в 2012 году начали проводить опен-эры, то есть танцы на открытом воздухе. И первый вопрос был, а что делать, грубо говоря, если придет милиция и нам скажет? Ну, с другой стороны, законодательство не запрещает поставить вам колонку и танцевать под музыку в парке. У нас даже такие смешные были. Мы знаете, где начинали танцевать? Начинали ниже золотых пород, Никитский сквер. Обычно приходим, там люди сидят, пивко так пьют. Ну, ничего страшного в этом нет. Мы ставим музыку, начинаем танцевать. Они потихонечку разбегаются. То есть... Я дополнить могу? Да, да, конечно. Посмотрите. Уже вот второй год, второй год мы проводим в Центральном парке танцы на открытом воздухе, вот на школу, да, в Упретра Стиль. Это по четвергам. Завтра вот четверг, мы завтра будем проводить как раз вот танцы на открытом воздухе в 18.00. И также в парке в Центральном проводят они в субботу в 17.00, танцы на открытом воздухе. И парк Дружбы в 17.00 в воскресенье они проводят. То есть площадки начинают работать, вот, то есть народ оживился. Народу, конечно, очень много. Я иногда вот прихожу в парк Дружбы, да, потому что я рядом живу. Вот. Народ с охоткой танцует, танцует, и всем нравится, понимаете? То есть народ оживляется как-то вот по этому поводу. А вот эти проекты, они для новичков или могут поучаствовать даже люди без опыта? И для какого возраста? Нет, вы знаете, любой может. Вот даже к нам, вот, допустим, к нам приходят, когда мы начинаем, собираемся вместе, да, танцы на открытом воздухе. Мы, наоборот, приглашаем людей, приглашаем людей. Они с нами встают в круг, да, и мы танцуем, допустим, на испанские войска, потом кабальера. Ну, то есть вот такие танцы, которые доступны, вот, объясняем, рассказываем, они очень с удовольствием танцуют. Даже, я вот посмотрел, что меня удивило, приходят молодые девочки, да, они, ну, лет 15-16, они с удовольствием встают с нами, да, и они танцуют вот именно вот эти все танцы. Вот. Так что тут любой, любой возраст, даже вот любого возраста могут к нам присоединяться и танцевать, потому что танец – это движение, это жизнь танец. Можно я еще дополню? Значит, вот в свое время, да, много лет назад я придумал такую форму – танцы со зрителями. То есть это не мастер-класс, где долго, нудно что-то объяснять, там, о, молодцы, там, через полчаса станцевали. Нет. Это люди встают, допустим, в круг, сразу берутся за руки или как-то по-другому другу контролируют, но они после 30-секундного объяснения совместно друг друга контролируют, так сказать, подглядывая на нас, танцующих. То есть надо, допустим, 3-4 пары хороших танцоров, чтобы 30 человек вокруг них танцевали, и все танцевали, в общем-то, правильно. То есть такая вот форма танца со зрителями, она доступна всем. Но для этого мы специально подбираем танцы, специально подбираем музыку по темпу, ну, и делаем массу других вещей психологических, чтобы людям создать комфортные условия, чтобы они с радостью танцевали. Вот я только услышал об этом, только мне чуть показали, и я уже через 15 секунд танцую. То есть это очень здорово. А я вот хочу сказать о нашем проекте. Кто хочет потанцевать, приходите в Патриарши сады. Каждую субботу в 18.00 мы там проводим именно танцы со зрителями. Там можно самим потанцевать с нами вместе. Кроме того, мы там проводим показательные танцы. То есть мы сами танцуем, показываем и рассказываем о танцах. В общем, каждый раз программа у нас новая. То есть каждый раз у нас новый ведущий. Он про что-то свое рассказывает. То есть эти выступления не повторяются. Кроме того, вот в рамках этого проекта, а проект уже проходит с 2018 года каждый год, он совместный проект управления культурой и управления образованием. То есть и нашего клуба, соответственно, как главного исполнителя всего этого дела. Очень хороший проект. Почему? Культура и образование – это очень близкие вещи. И за счет этого мы что еще проводим? Мы проводим научную конференцию. То есть к нам приезжают люди из Москвы и из других городов. Мы проводим научную конференцию по реконструкции исторического танца и мастер-класса. То есть кто-то интересуется. Кроме того, мы проводим два балла. Один балл по 15 веку, другой балл по 19 веку. То есть с костюмами, с музыкой, со всеми делами тоже это все происходит в Патриаршьем саду. То есть вот такая вещь, когда от самого простого я хочу просто потанцевать, до самого большого я хочу изучить, хочу понять историю. В принципе, есть такая возможность. Просто надо как-то к ней готовиться, может быть. И баллы мы тоже проводим. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а далее поговорим об этом подробнее. Программу «Вечер во Владимире» продолжает Телефорум. Мы в прямом эфире. Телефон студии 44-40-47. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. А тема эфира сегодня – социальные танцы. Вот мы с вами перед рекламой говорили о проектах танцевальных. Насколько я понимаю, вы специально подбираете такие виды танцев, которые мог бы танцевать каждый? Да, естественно. Но еще желательно, конечно, чтобы эти танцы были правильные. То есть вот написано там у Арбо или у какого-то другого, значит, историка танца какого-то века, этот танец, или в 18 веке его написано. Мы стараемся не делать его совсем уж современным. Мы стараемся только сохранить вот ту структуру танца, ту схему танца, чтобы она была исторически правильной. Потому что правильное, оно и есть правильное. Это интересно людям. А если… Хореография сделала огромный шаг за 20 век. Придумывать можно всего что угодно. Вот в историческом танце желательно ничего не придумывать, а наоборот сохранять то, что было когда-то написано. То есть если я хочу, например, научиться танцевать или хотя бы почувствовать, что я в танцах, я могу прийти вот на любой из точек, которые вы сейчас обозначили. Даже если у меня, например, нет пары. И если я не умею танцевать, и какие танцы я буду танцевать? У нас вы будете называть исторические, конечно, танцы. Другие клубы. Каждый занимается своим направлением. Вообще, если клуб – это коммерческая структура, то он open-air проходит для чего? Для того, чтобы привлечь людей. То есть можно прийти… Многие клубы проводят же открытые уроки, бесплатные. То есть посмотреть, вот этот стиль, он вам подходит или нет. Ну, а как бы со строгой научной точки зрения, есть абсолютно точная методика, как определить, какой стиль вам танца подходит. Ведь стилей очень много танцев. Расскажите, я думаю, это многим будет интересно. Ну, она очень простая методика. Мы опрашиваем, что человек хочет от танца. Я хочу красиво выглядеть на сцене. Или, наоборот, душевный какой-то комфорт иметь. То есть масса вопросов. А каждый стиль танца уже соответствует вот этим вопросам. То есть если вы хотите красиво выглядеть именно на сцене, то вам подойдет, допустим, эстрадный танец. Если вы любите историю, любите наряжаться в старинные костюмы, то вам подойдут исторические танцы. Если вы просто любите поплясать в большой компании, то вам историка бытовой танец подходит. Ну, как бы вот опросник, который у меня есть, он достаточно обширный. Ну, и как любой психологический опросник, там непонятно, как надо отвечать. И поэтому если человек отвечает правильно, то, в общем-то, да, то есть получается правильный ответ. А так, в принципе, видео посмотрели в интернете и посмотрели, что вам больше нравится. Ну, одежда, я, кажется, больше советую именно социальные танцы танцевать. Почему? Потому что это более интересно. Более интересно. Ведь чем более младше идет история, и танцы становятся все более-более-более интересными. Старинные танцы, когда я начал, допустим, заняться танцами 15 века, очень сложно было не то, что их танцевать, а, зная уже танцы 20 века, переключиться на 15 век. Почему? Потому что там все очень просто, и как-то кажется, что это очень неинтересно. Но, тем не менее, там тоже есть свои нюансы. Музыка, например, там очень сложная. Нам она вообще непонятна. У нас есть звонок телезрителей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. У меня такой вот вопрос. А какой следует танцевать танец? Вот мне, например, или тем людям, кто плохо передвигает шеи сантроза? Или лучше подождать? Или ограничить его? Спасибо большое за ваш вопрос. Лучше, конечно, обратиться сначала к врачу и понять, что вам можно, что нельзя. Но, конечно, если есть какие-то ограничения по здоровью, все-таки, в первую очередь, с врачом надо решать. Есть масса клубов. Вот у нас и клубы инклюзивные. У нас Светлана Морохова, например, известная. Она ведет клуб для детей, с которыми заболеваниями определенными. То есть, да, люди там приходят, они даже и в Москву ездили с выступлениями. То есть, это очень хорошо, когда вот люди с какими-то отклонениями могут заниматься. Значит, что я еще хотел сказать? Всегда нужно себя контролировать. Вот я всегда своих настраиваю. Флёки, танец для нашего возраста – это, в первую очередь, самоконтроль. Чуть вам стало чуть-чуть не так, надо как бы сразу ограничить себя. Сесть, посидеть. Вот даже, когда мы танцуем танцы со зрителями, там, кружимся или что, то всегда партнер должен спросить партнершу, голова не кружится. Если голова кружится, надо спокойненько ее взять и аккуратненько довести и посадить на место. То есть, танцы – это хорошо, это здорово. Вместе с тем, самоконтроль – это основа долгой жизни. Танцы – танцами, но вы ведь еще копнули глубже, то есть, пришли к изучению истории танца. Я знаю, что вот Дмитрий в Питере, по-моему, отучился. Диплом у вас, по-моему, по 19 веку вы мне рассказывали. Это у меня, да? Да, да. У меня, да. Вот Дмитрий, я закончил академию, Дмитрий преподавал, был преподавателем по 20 веку. То есть, вы знаете, вот эта вот академия для меня, лично для меня, да? Я никогда не думал, что я в таком возрасте закончу эту академию. Вот, я сначала думал, это все так, детская игра. Но когда начал вот сдавать экзамены, да, отсылать домашнюю работу, и мне потом опять присылали их, вот, мне уже было не до смеха, то есть, я как-то уже себя взял в руки, да, начал, значит, слушать лекции, и потом начал сдавать, то есть, я втянулся, поставил себе цель закончить эту академию, первый поток и второй поток. Вот. И, вы знаете, она очень немного дала. Это, во-первых, вот эта история по танцам. Вот Дмитрий нам всегда говорит, значит, по источникам, мы танцуем по источникам. Вы знаете, это очень хорошо, то, что мы вот это сейчас делаем. Дело в том, что историю нельзя переменить, да, даже танцы, вот, которые что-то изменить, потому что танцы, они со временем как-то менялись, дополнялись, убирались там какие-то фигуры, вот. И мы должны не коверкать свою историю, да, а именно, как бы жить с этой историей. Для этого мы и танцуем, чтобы людям донести и показать вот эту всю красоту, которая была раньше. То есть, получается, один и тот же танец, он с течением времени модернизируется, изменяется, добавляются какие-то элементы. Да, да. Вот возьмите даже французская кадриль. Раньше она была, там, танцевалась, там, пен на пять фигур, да, и танцевалась в корее. Сейчас она уже более поздняя, танцуется уже на шесть фигур, и танцуется в лангвее. Лангвее – это в линии вот так вот встают, вот когда, да, друг против друга. Корее – это когда четыре пары стоят друг против друга, квадратом вот так. А лангвее – такой линией, коридором таким большим, вот, и танцуется вот именно вот так вот. И менялась музыка, и менялись, там добавлялись какие-то фигуры, убирались, какие-то добавлялись. Даже вот на балах, когда мы ездим, да, на балах, распорядитель бала часто меняет, допустим, он начинает объяснять фигуры, и какую-то фигуру он или убирает, или дополняет какое-то вот действие в танце. Понимаете, и поэтому вот это практикуется. Это делается для того, чтобы народ не скучал, не привыкал, то есть к одному и тому же танцу, а какое-то было разнообразие висели. – То есть и с течением времени, вот, так скажем, с течением истории, да, тоже поэтому, чтобы было разнообразие, или вот другие причины? Может быть, мода менялась, и это влияло? – На что вот влияет? – Да, ну, мода менялась, она, значит, мода очень здорово менялась, особенно у дамы, она в течение 50 лет, она менялась с ампира на романтизм, кринолины, бидермайер, то есть модерн, она очень здорово менялась, у кавалеров немножко она поменьше, а вот у дамы она очень менялась, и платья менялись, других фасонов были, и там полностью, и прически, и шляпы, то есть, ну, все вплоть даже до нижнего белья, понимаете? – Ну, это все отражалось на танцах? – Да, да, это все так. – Ну, допустим, когда у вас большие буфы, вы не можете поднять руку и сесть в бороться под рукой и не ехать. – Вот так все просто оказывается. – Да. – А расскажите о ваших участиях в балах. – Да, в балах мы регулярно участвуем, мы сами балы проводим. Ну, что сказать, есть сообщество, Ассоциация исторического танца. Это неформальная такая организация, которая, в общем, проводит вот культурную работу, историческую работу. Естественно, люди друг к другу ездят просто в гости. Вот недавно мы в Коломне, например, были, посмотрели там променад в стиле модерн, ну, и сами в нем участвовали, бал был. – Хороший исторический бал, я лучше скажу, что такое хорошее мероприятие танцевали. Это первое и самое главное – это много людей. Вот даже танцы на открытом воздухе, которые проводятся в городе Владимир, вот если вы соберете много людей, то будет успех мероприятия стопроцентный. Почему? Потому что когда много людей, есть возможность выбора партнера для танца, и, в общем-то, все очень весело проходит. Все остальное, в общем-то, оно не то, что вторично, но уже меньше значения имеет. То есть, какая музыка у вас, какие у вас костюмы и так далее, и так далее, если у вас фуршет, или его нет, или холодно вам, жарко. Да, то есть, кстати, вот я все это дело тоже публиковал, но не в этом дело. Главная проблема танца, социального в том числе, это привлечение людей. Вот понимаете, я не хочу говорить плохого ни о ком, ни о молодежи, ни о старших людях, но понимаете, в чем дело? Вот многие люди подходят так, к виду деятельности любому. Ребята, а вы покажите мне, где здесь деньги. А вы не хотите сначала чему-то научиться, чтобы потом эти деньги зарабатывать? Вот, например, мы участвуем регулярно в фестивале времена эпохи в Москве. Выезды у нас есть в другие города, когда мы ездим чисто с выступлением. Иногда нам платят деньги за это. Значит, ну, хорошо, но для того, чтобы вам платили деньги, надо сначала чему-то научиться и научиться правильно. И поэтому вот самая главная проблема социальных танцев, я считаю, что это правильные танцы. Главное, чтобы эти были танцы правильные. Надо у кого-то учиться и ходить в клуб, и заниматься. И тогда вы почувствуете от этого удовольствие. Удовольствие чисто моральное и, может, даже материальное. Я в грём. Иванова была столицей Линдихопа. И никто не мешал ей держать эту марку и до сих пор. Но как бы немножко люди занялись другими направлениями, всё это немножко растаяло. Но всё-таки поучаствовать, так скажем, поприсутствовать даже на бале не так просто. Здесь же нужно пройти ещё отбор. К сожалению, да. Обычно есть дресс-код. То есть на бал никто не проверяет, как вы умеете танцевать. Но всегда проверять, как вы одеты. Это как бы стандарт. Ну, грубо говоря, если вы пришли даже на современный бал в телогрейке, ну, оскорбляете вы несколько чувства людей других. В принципе, проводятся балы дебютанток. Вот даже мне во Владимире некоторые коммерсанты от танцев предлагали. А вот давайте мы соберём очень богатых людей и увезём их куда-нибудь в Суздаль, например, в какую-то очень красивую гостиницу дорогую. И там мы устроим бал. Я говорю, давайте устроим. Вот вы соберите сначала этих людей. Ну, вообще, в принципе, это правильно. Каждый человек, особенно как женщина, вы меня, Елена, поймёте, надо иногда хотя бы почувствовать себя золушкой. И, в принципе, балы дебютантов есть. То есть это даже не столько балы, сколько танцев со зрителями. Но для этого нужны не столько сами дебютанты, пусть им даже за 50 лет, сколько какая-то организация. Мы, допустим, могли бы это взять на себя проведение. Но вопрос просто, во-первых, зачем это надо. И организация – это не наша задача, не задача клуба. У клуба организация мероприятий своих внутриклубных. А организация, допустим, городских мероприятий, областных – это организация, значит, задачи у других подразделений должны быть. То есть если кто-то хочет, это можно провести. Конечно, всегда это стоит каких-то денег. У нас вот костюм, ну, это 10 тысяч – это минимум, самый минимум, который, в общем-то, если вы кроите его там чуть ли не на коленке, да. Но это правильный костюм. В нём пустят на любой бал. То есть получается, чтобы поехать на бал, не обязательно даже уметь танцевать, главное, чтобы костюмчик сидел и соответствовал эпохе. Да, это совершенно верно. Это совершенно верно. Можно, Елена Павль? Вот немножко я вас поправлю. Дело в том, что мы подали заявку в Нижний Новгород с партнёршей, в дом Рукавишникова. Дом Рукавишникова очень красивый. Мы туда очень рвались, потому что там быстро расходятся заявки, быстро они, то есть, набираются людей, много набирают. Мы успели подать заявку, посылаем, а там обязательно должен быть пройти отбор. Мы посылаем фотографии, наши фотографии, как говорится, возвращают. Говорят, вас не соответствуют костюмы, ни у партнёрши, ни у меня. И мы в течение месяца, мы написали, что мы костюмы подготовим к этому балу, потому что нам очень хотелось ездить на этот бал. Мы сшили за месяц эти костюмы, сшили правильно, так, как они требовали, то есть указали нам на недостатки. И мы прошли вот этот дресс-код, и мы с удовольствием все посетили этот бал. Знаю, у Владимира тоже скоро будет бал. А какой, если не секрет? Я знаю, что просто будет. Ну, будет, конечно. Мы проводим регулярно, мы раза четыре в год проводим. Но я вот хочу ещё эту идею повторить. Всё-таки, может быть, какая-то найдётся подразделение, организация. Мы долгое время работали с Академией управления, у них проводили выступления просто. В принципе, я думаю, каждая женщина хотела бы прийти на бал. И, в принципе, такое возможно. Просто нужно организоваться. Просто нужно организоваться. Клуб своими силами, это, конечно, может потянуть. Мы вот, допустим, в 2011, 2012, 2013 годах проводили балы для всех. Где бы приглашали реально человек, ну, людей со стороны. Ну, мы прекратили это почему? Потому что всё-таки людей как-то надо готовить к балу. И не все люди ведут себя адекватно. Иногда, если вы их просто набираете с улицы. И это плохо. Потому что плохо, в первую очередь, для других участников. А так, при небольшой подготовке, вполне это можно провести. То есть, бал для людей, которые просто хотят хотя бы один раз поучаствовать. Понимаете? Посмотреть бал с балкона можно. Но это не очень как интересно. Вот как танцевать? Если вы сами танцуете, вам приятно, интересно, вы общаетесь с людьми. А если вы смотрите со стороны, да, люди улыбаются, да, люди одеты, да, люди шутят, да, люди о чём-то рассказывают. Но мне это вот не очень понятно. И, главное, это меня не касается. Вот в чём дело. Ну, люди танцуют там 2-3-4 часа, что-то постоянно то одно, то другое, то третье. Ну, в принципе, где-то примерно одно и то же. Ну, сколько можно посмотреть? Минут 30, наверное. Вот в завершении нашего эфира я хотела бы вам такой вопрос задать. Продолжить фразу. Танец для меня – это. Вот давайте с вас начнём. А я скажу, танец – это модель счастливой жизни. А Дмитрий, а для вас… ой, Валерия, для вас? Для меня танец – это жизнь. Понимаете? Это движение, во-первых. Вот. Общение с людьми – это самое главное. Новые знакомства. Вот. И, естественно, посещение тех залов, в которых мы танцуем. Это прекраснейшие залы, исторические залы, на которые просто так особо не попадёшь, потому что надо вот именно соблюдать всё то, что вот с нас, как говорится, организаторы требуют. Вот это вот есть жизнь – танцы. То есть для вас даже не просто жизнь, а интересная и наслеченная жизнь. Она очень. Да, кстати, действительно, я вот очень благодарен цивилизации. Крестьянин 18-19 век. Ну, не мог он попасть там в какие-то хоромы. Никогда и никогда и мещанина не мог. А сейчас нам доступны благодаря танцам любые залы. Бывает, вот в этом зале один раз в 10 лет проводится. Допустим, там, в доме Пашкова, например, или где-то в Кремле вот мы ездили. Дворец Дома Союзов. То есть вот были в этом, участвовали в этом деле. То есть никогда туда не попадёшь. Почему? Потому что это ведомственная, допустим, организация. Там какая-нибудь контора находится секретная, сверхсекретная. Вот они могут один раз туда пустить какую-то организацию, провести бал. И всё. Один раз в 10 лет. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости. И рассказали нам о танцах.